Кадетским вальсом встречал юбиляр Центр творчества детей и молодежи Солигорского района гостей, прибывших на торжества по случаю 50-летнего рождения самого детского, самого востребованного учреждения дошкольного образования. В Актомовом сале прошло торжество, начавшееся с воспоминаний бывших руководителей и педагогов, которые вспоминали времена работы в доме, в котором уютно всем. Я хочу сказать вам наступное, что вручать знакомые рекорды у Центра сегодня юбилей, у 50-летнего рекорды привожим будет в 60. В этот праздничный ваш день рождения принято приходить с подарком. И я со своего личного архива хочу подарить музею пионерий уникальный фильм, снятый в 1986 году, когда я работала начальником сняты лагеря пионерского актива о поведении игры в зомнице военно-спортивной для пионер и активов нашего города. Хочется пожелать сегодня всем вам здоровья, долголетия, трудолюбия, творчества. И пусть, как и прежде, удача всегда сопутствует вам. С праздником вас! Квитней Центр на многих обедалений. Сегодняшний был директор, я так сам, вовремя, великий диагноз. Квитней подоронок от нашего предприемства Соленовска, «Славный метод. Медитарный творчество. Медитарный метод. Медитарный метод». Сегодня Центр творчества детей и молодежи – это более 3000 юных жителей Солигорского района. Это 5 отделений, в которых работает 83 талантливых педагога. Только за последние 3 года 38 учащихся поступили в различные учреждения по профилю дошкольного образования. Три приняты в члены Белорусского союза мастеров народного творчества. Путевку в жизнь дал Центр многим воспитанникам. Помог выбрать профессию, красоту создавать, прекрасные беречь, талант развивать. Это отмечала и заместитель начальника отдела образования Солигорского районного исполнительного комитета Алла Бородич, которая поздравляла юбиляров и вручала многочисленные награды педагогам за труд, почетные грамоты и благодарности Минского областного исполнительного комитета и районного исполнительного комитета, награды управления образованием Миноблсполкома и благодарственные письма получили педагоги Центра. Звезды Солигорщины благодаря Центру слышны, видны, заметны на международной арене. Это международные конкурсы, праздники, это республиканские мероприятия. Сегодня трудно представить знаменитый Витекск во время Славянского базара без наших преподавателей, без наших сувенирных радостей. Сегодня бренд Солигорского Центра творчества знает вся республика, это правда. Телевизор и видеокамера подарки властей ощутимы, как и ксерокс от райкома профсоюза работников образования и науки. Мне хочется, чтобы все те начинания, которые были, есть и будут, были самыми лучшими, самыми первыми. И всегда были мы впереди всех. И в нашей Белоруссии, и, конечно, берегу за ее пределами. Поздравляли работников Центра творчества, родителей учеников, посещающих студии различные, районного совета женщин. Поздравляли директора школ и гимназии. У Центра детского творчества большая, счастливая и долгая жизнь. Потому что пока живут замечательные, талантливые люди, пока сюда бегут дети, у вашего Центра замечательное будущее. И пусть следующие 50 лет будут так же насыщены, так же интересны, как все предыдущие годы. С праздником вас от всего директорского корпуса. И мы впереди устроены. Особо теплым было поздравление руководителей Центров дошкольного образования, технического творчества туристов, эколого-биологического, юношеско-спортивной школы коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Вы хотите вручить, Оксана Анатольевна, вам от нас маленькие подарки. Запечатлеть, в будущие 50 лет вам подарочек, если это пора, ну и от Центра туризма, который занимается бюджетом, мы откопали денежное дерево. Пускай вашему коллективу будет немножко побольше денег. И все у вас получится. Слова признательности за труд, воспитание талантов звучали и из уст шефов, управляющего общества с ограниченной ответственностью по сад Максима Долбика. Родственные организации, призванные всесторонне развивать, подрастающие поколения также пришли на юбилей Центра с подарками. Завершился праздничный вечер сладким презентом – тортом. И пока звучат в стенах Центра детские голоса, пока создаются шедевры и рождаются таланты, пока одарится творчество, жить юбиляру еще долго, как вальс у кадетов, у которого нет срока давности. Я желаю этому Центру, чтобы все было хорошо, чтобы он процветал, чтобы он всегда побеждал везде и чтобы он был самым лучшим. Всего самого лучшего, процветания, чтобы тут были талантливые дети. Я желаю нашему Центру процветания и больших талантов. Успехов, удачи, чтобы все получалось. Я желаю нашему Центру всего самого хорошего, чтобы он процветал, чтобы было больше классных людей. И доставив в этом Центру всегда звучит вальс.